здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки вот такая вот выполнялка разбирал к объяснял путь с 1,8 километра дома до парка спортсмен пробежал за скорость чуть 4 метра в секунду обратный путь прошел быстрым шагом со скоростью v2 2 метра в секунду какова средняя скорость спортсмена ну давайте отнесемся к этому таким образом что такое определение средней скорости средняя скорость определяется таким образом весь путь деленное нам все время то есть весь путь а это у нас все время движения поэтому если мы нарисуем что спортсмен вот он побежал спортсмен до прибежал сюда пройдя расстояние 1,8 километра понятно что 1,8 километра сюда и 1,8 километров обратно значит весь путь весь путь это будет у нас три целых шесть десятых километра с путем мы с вами определились теперь время которое он будет бежать сначала куда он там бежит от дома до парка ну допустим вот здесь вот у нас дом а здесь у нас парк вот значит он бежит со скоростью от дома до парка 4 метра в секунду отлично 4 метра в секунду хорошо значит тогда мы должны найти время в течение которого он будет бежать и тут есть варианты найти время в секундах либо найти время в часах так вот совершенно без разницы но в данной ситуации мне кажется что найти время в секундах секундах будет чуть-чуть легче почему потому что знаю что скорость это путь деленное на время время это у нас путь деленное на скорость тогда время от дома до парка дп дп дом парк будет у нас равняться 1800 метров поделим на 4 метра в секунду метры метры сокращаем да и получаем время дом парк дом парк 450 секунд 450 секунд 450 секунд теперь бежит обратно из парка домой то есть время парк дом снова будет равняться это тысяча восемьсот метров и нужно поделить на скорость а скорость у нас равна 2 метра в секунду значит 2 метра в секунду метры сократили получили 900 секунд он бежал обратно поэтому вся скорость у нас будет средняя скорость равняться ну как вот здесь вот три тысячи шестьсот метров и мы поделим на скорость тысячи не на скорость а на время тысячи триста пятьдесят секунд потому что общее время это время которое будет состоять от дома до парка и из парка до дома ну и все нужно взять это просто и поделить и получается 2,6666 ну 2,67 метра в секунду вот у нас ответ какой получился кстати говоря его можно перевести в километры в час умножить на 3,6 и получить что средняя скорость нашего спортсмена 9,6 километра в час вот такая скорость тяга у него и будет но все бы было так хорошо если бы не было все так плохо ну к чему это говорю да потому что в некоторых учебниках средняя скорость средняя скорость определяется чуточку по другому средняя скорость это не лезь путь которая делится на все время движения а перемещение деленное на время движения перемещение так вот если мы будем рассматривать с этой точки зрения определение определение скорости средней скорости как перемещение дельта x на все время движения где дельта x это перемещение тогда ответ у нас здесь будет такой 0 то есть средняя скорость будет равна нулю вот такая вот парадоксальная штука ну вот он выбежал отсюда из дома побежал в парк отвернулся обратно да ничего его координата не изменилась никакого перемещения нет значит и средняя скорость за все это время движения она равнялась в нулю потому что он выбежал из дома прибежал домой допустим мы это не видели заходим смотрим а он дома что никуда и не перемещался ну как бы так получается правильно так что все это зависит от определения вот то что мне хотелось бы вам рассказать про среднюю скорость ну и напомнить напомнить что вы учите физику на канале или гор поэтому если вы не записаны на мой канал у меня к вам просьба запишитесь пожалуйста и не забудьте поставить лайк всем доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч